Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я не буду его зачитывать целиком, я просто буду его читать и в данном случае давать вам комментарий. Мой муж периодически говорит мне странные вещи на мой взгляд. Я бы здесь, знаете как, вот обратил внимание не на почему, да, то есть не на то, почему ты это говоришь, я бы здесь обратил внимание на все на то, что с тобой происходит, что ты так говоришь, о чем ты думаешь, что ты хочешь. Вот так. Непонятно даже к чему это вообще звучит, но в данном случае здесь пытается логически это объяснить. Я об этом не спрашиваю, эти фразы я слышу между делом. Какой-то изначально другой темы разговоров. Ну, на самом деле здесь, как мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович и сказал, история о том, что какие-то вещи выступают пусковым механизмом для того, что важно для мужчин. Приведу фразы из разговоров в разные периоды времени. Разводы в основном происходят по вине женщин, никто не расходится, пока не найдет запасной вариант, как обезьяна. Чтобы отпустить одну ветку, нужно сначала схватиться за другую. Ну, на мой взгляд, здесь история про свободу. То есть это ощущение, что человек не свободен во взаимодействии с вами, может быть, а может быть и в целом. Так же, забегая чуть вперед, я бы, наверное, сказал, что речь идет про избегание чувств мужчин. То есть это такая, как вам сказать, это такая ситуация, когда человек как бы, как бы, как бы, как бы стыдится своих чувств, как бы стыдится своих эмоций. Вот, как бы стыдится, ну, высказывать какую-то, знаете, привязанность, я бы так сказал. Мужик, например, изменил, но потом понял, что любит и пожалел о содеянном, и она уже на развод подала. Ну, здесь, на мой взгляд, подразумевается то, что женщина, ну, скажем так, может реагировать на какие-то вещи болезненные. То есть здесь подразумевается то, что женщина может на какие-то, ну, вполне возможно, одни и те же моменты, да, одни и те же аспекты, она может реагировать, ну, вот, скажем так, более... То есть она может быть вспыльчива, то есть она придает, по мнению мужчины, да, она придает событиям больше значения, чем они, например, того заслуживают. Из-за чего, опять же, мужчина, вполне может быть, чувствует себя не свободным. Причем, хочу обратить ваше внимание на то, что я не говорю конкретно про вашего мужа сейчас. А я говорю, скорее, ну, просто про мужчину, я не говорю сейчас конкретно про вашего супруга, я говорю о том, что вот, ну, так бывает. Такая вот, такая вот история. Далее. Значит, мужчины полигамны. Ну, это действительно во многих мужских взглядах и присутствует, это правда. То есть мужчина уверен, что полигамны. Ну, на самом деле, это же все очень социально обусловлено. То есть вообще все люди полигамны, что так-то. Вот. И женщина может быть полигамны, и мужчина может быть полигамны, и женщина может быть моногамны, и мужчина может быть моногамны. Это зависит, это зависит от, скорее, каких-то ценностей, культуры, вот, приоритетов. В мужском коллективе поощряется, что крутой чел, у которого много женщин, это больше такая вот подростковая, немножечко детская позиция, что говорит о том, в какой-то степени, что ваш мужчина может быть где-то не зрел, да? То есть, ну, где-то вот на подростковом этапе. Ничего не случится с женой, даже если у мужа кто-то еще есть. Ну, опять же, принимая во внимание то, что вы пишете дальше, ну, вот, я бы сказал, что это просто действительно бровад. То есть, ну, вот, вероятно, скорее всего, ситуация случалась в том, что, значит, у мужчины есть, значит, вот такая, ну, такая культура, скажем так, да? Такая культура, культура, такая культура, вот. Ага, значит, ну, вот, как-то вот, ну, показывать что-ли, над женщинами, значит, вот, ну, преимущество и доминирование. Вот. Ваш муж, в силу того, что на себя ему опираться, видимо, сложно, вот. он не может, получается, как-то отказать, да? Сказать, что нет, ребят, у меня, как бы, ну, у меня другая позиция, у меня другая точка зрения. Я, значит, ну, придерживаюсь других, ну, взглядов. Вот. Вот. Такой, такой момент. Дальше. Значит, так. Зачем женщина что-то знает, она все равно ничего не может поделать, если муж решился на измену. Ну, это правда. Это правда. Действительно, если измена произошла, то, ну, конкретно сделать с этим, действительно, ничего нельзя. Другой вопрос, что нужно понимать, вот, вот. По возможности четко нужно понимать, что измена, это следствие, скажем так, определенного, определенного кризиса. Вот. Вот. Ну, как бы. Ну, в отношениях. Вот. И, действительно, обращать внимание, вот, конкретно на, и смену не стоит, вот, на что стоит, это на самые отношения, да? Потому, что я могу вам здесь достаточно, ну, достаточно уверенно, достаточно уверенно сказать, что если есть между мужчиной и женщиной уровень взаимодействия, личный уровень взаимодействия, хороший. Вот. Что измена не случится, а если не случится, то она не будет такой травмирующей и разрушающей. Вот. Но на самом деле, как мне кажется, тот факт, что ваш муж вот так, ну, так, говорит, говорит, да, так, ну, такой вот его волны, да, такой его, ну, как бы беспокоит, беспокоит. Вот. Значит, это говорит, в первую очередь, о том, что ваши отношения, вот, сами, значит, ну, сами по себе, они носят характер таких вот достаточно, ну, получается, гендерных. Вот. А вот, что есть это, ну, все взаимодействия между мужчиной и женщиной, между женой и мужем только. Ну, вот, что есть это, ну, как бы, говорит о том, что, возможно, вам, скорее таки, вот, ну, не хватает, ну, взаимодействия между, взаимодействия между вами, а, значит, ну, как бы, как бы на уровне, на уровне личности. Вот, я вот, и хватает, я вам, о, 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 взаимодействия, вот, что с тут, вот, такой вариант, что с тут, такой, э-э, такой вариант может быть, может быть, старик. Тут надо в этом смысле смотреть именно на характер вашего взаимодействия. Дальше. Семья нужна для комфорта? Мне вообще не нужна семья. Ну то есть это просто страшно, что я ни к чему не привязан. Когда я покручусь на работе, я тут же бегу по 10 дней, а потом эту работу могу потерять. Ну это больше про неуверенность и страхи вашего мужа. Я уже начала испытывать напряжение. А из-за чего? Это получается тревога. То, что вы описываете, это получается тревога в данном случае. То есть как бы у вас получается это в той или иной степени затевает. И соответственно нужно вот посмотреть на то, в первую очередь как вас это вызывает. Да? То есть вот нужно вот на это обратить внимание. Вы говорите, что чувствуете напряжение. Вот это вот вопрос вашей тревожности. И да, отсутствие доверия между вами и вашим мужем. Конечно. Мне стало интересно прояснить, о чем человек вообще меня толково спросил. А если это произойдет дома, погорячишься по отношению к сне, скажешь какую-то неприятную вещь, что с такой же скоростью, поторопящейся с изменениями, здесь будет смысл о том, что вдруг сне потеряешь. Это ваша вот как раз таки уже неуверенность в себе и отсутствие близости с мужем эмоционально. Ответ был такой. Ну работа острая нужна. Как без нее с меня не настолько без нее можно какое-то время прожить. Тут же я вернулся к теме атоме, кто-то имел ввиду коварачиваться. Ну то есть вы, как бы, начинаете с человека допытываться. Да, начинаете допытываться с этого человека. Вот. Давить на него начинается. Вот. Это не лучший день. Он сразу переночил, что мол мы друг друга не поняли, я тебя запутал, не знаю как объяснить, что имел ввиду. Еще выдал вопрос, что значит медленно для комфорта. Ну то есть вот тут вот, тут вот с вашей стороны идет такая попытка, значит, добиться вот человека как бы, значит, ну какого-то ответа, да. Вот. Ну при этом вы, в общем и целом, вы не замечаете, ну не замечаете, вы не замечаете того факта, что это уже как бы, ну тревожность тоже ваша в этом смысле. Вот. Вот. Поэтому, тут вот вы не видите, как, значит, переключаетесь с, значит, с себя, да, с себя на своего, ну мужа. Вот. А это очень важный момент, потому, потому что переключение очень важно, ну момент, тревожный момент, а, момент переключения, он достаточно важен. Вот. Вот. Вы его здесь не, не, вы его здесь как бы, ну не видите. Вот. К сожалению. Дальше. Значит, он сразу перебылся, ну здесь, собственно, некомфортно, мне много чего неудобно, но я же с собой. Я задачивался, где вообще логика неизвестна. Ну, это опять же повторюсь, что вы с зоологикой пытаетесь, э, скрыть свою тревожность и неуверенность в себе. Вот. Вот. Насколько мне известно, мужчина, э, человека рациона далеко не всё. Мужчине вряд ли свойственно ляпнуть что-то ни к чему. Ну, по-то, почему так? Это довольно, во-первых, критичное заявление, категоричное заявление, во-вторых, это обобщение. Вот. Здесь вы занимаете родительскую позицию по отношению к мужу. А, и что одно утверждение на противоречие второго конъектора, но это уже вопреждение людям вообще свойственное противоречие, как и сказал мой коллега. Ведет он себя в семье в отношениях со мной совсем не так, как говорите, что вас напрягает, почему вы больше доверяете словам, чем поступкам. Видите? Это вопрос от вашего собственного доверия и уверенности в себе. Ну, вот. Я улавливаю противоречие во словах поступков. Ну, и что? Человек ведет себя так, говорить-говорить-то можно со что угодно. По его действиям никак не скажешь, что его отношение ко мне или к нашей семье является таковым, как он говорит. Пять, это страх. Страх быть брошенным, в данном случае. Страх измены или страх быть брошенным. Он выглядит любящим мужем, уважаемым экспертом, что могут означать такие фразы мужчины. Я сожалею, но профессионалитики запрещают нам обсуждать третьих лиц. Это он так ценно себе, что ли, набивает, пытается самотрудиться или опутывает любовь ко мне чем-то другим? А, нет, нет, вы просто не уверены в себе и посмотрите, у вас тревожность. Вот. С этим вам нельзя работать. А сейчас вы пытаетесь просто гадать. Вот. Предполагаю, что мы откуда-то можем знать, как на самом деле обстоят дела. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. Связь, по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего на много доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok